Один, два, три. Чулябинские металлурги не только суровые, но и спортивные. И как тут не поверить анекдотам про оригами из листовой стали, когда простой сварщик металлкомбината с улыбкой поднимает 16-килограммовую гирю больше 120 раз. Самый большой поднимал я, когда тренировался, поднимал 128 раз за 4 минуты. Сам снаряд не тяжелый, а очень хороший гиря сам по себе. Она развивает хорошо гиря и на силу, и на выносливость можно с ней поработать. На фестиваль ГТО в Сочи приехали 20 команд со всей страны. Это не просто команды, а трудовые коллективы. Рабочую форму на спортивную на три дня сменили сотрудники госкорпораций, заводов, банков и университетов. Это физкультурники-активисты трудовых коллективов, то есть действующие работники своих предприятий. Все участники, которые здесь участвуют, они выполнили на знак отличия комплекса ГТО, там золотой, серебряный, бронзовый, и тем самым завоевали возможность участвовать во Всероссийском фестивале. Вера Соколова – инженер-технолог крупного химического предприятия. Работа занимает много времени, рассказывает Кемеровчанка. К счастью, заниматься спортом можно прямо на производстве. У нас на предприятии прямо со спортом вообще все очень хорошо. Спорт пропагандируется. У нас есть свой спортклуб. Есть спортыки Ада Азота, которые среди цехов. Итак, сегодня во многих крупных компаниях страны. Поэтому на нынешний фестиваль в Сочи трудовых коллективов приехало уже вдвое больше, чем в прошлом году. Мужчины и женщины выполняли пять нормативов комплекса ГТО – испытания на силу, гибкость и выносливость. Еще один вид программы – стрельба из электронного оружия. Специальная мишень реагирует на виртуальные выстрелы. Датчики передают информацию на компьютер, который протоколирует результат. Сегодня пристрелка, завтра выстрелы пойдут в официальный зачет. В ближайшие два дня также пройдут соревнования по бегу и отжиманию. Кто станет обладателем переходящего Кубка Всероссийского фестиваля, станет известно в четверг. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.